Все любители виноградной лозы Чернигов, север Украины Хочу показать Что значит Как прививка срастается Прививка на винограде И какие проблемы Связанные с этим могут Иметь место Я в течении нескольких лет Учился делать Прививку на виноград И несмотря на то, что технически там Вроде бы никаких Ну, таких явных сложностей нет Все должно быть более-менее понятно И должно нормально срастаться На практике оказывается Масса всяких нюансов Вот смотрите В частности прививка Это прививка какого-то культурного сорта В виде свинифера на лидию Вот видите В месте прививки Со временем Вот это старая была лоза Вот прививка Образуется такой нарост Образуется нарост Значит Прививка была Зеленым В черное То есть молодым Побегом В Побег Одеревеневший Видите Нарост Образуется Очень такой Большой Неуклюжий Громоздкий Неровный Некрасивый И старая древесина К тому же Торчит здесь Сухая Ее в принципе Надо было раньше Срезать полностью Тогда все Было бы лучше Вот одна прививочка Допустим Где еще Прививочку Показать Вот Собственно Вторая прививочка Тут у меня в земле Вот эта дикая лоза Входит Вот тут Вместо прививки Было И вот эта Привита лоза Выходит Почему Я так сделал Значит Этой весной При Укладке Винограда На шпалеры Столкнулся с тем Что Вот В подобном месте Только Еще более старом Наподобие вот этого Где Прививка была Еще более старая Произошел перелом Именно в том месте Где Прививка Зацепилась Там на самом деле Нарост был Очень некрасивый Очень неровный Неравномерный И Вот Это места Наиболее Подвержены Различным Переломам И Отмиранием Ткани Во время Морозов Зимой И вот Во время Укладки Винограда На эту Арочку На эту Шпалерку Получилось Что Она Почти Полностью Обломалась Там буквально Осталось Висеть На соперках Посему Мне пришлось Видите Вот этот рукав Закопать В землю И вот Это уже Идет Новая Глаза Привитая Это уже Был такой Довольно Мощный Рукав Прививка Там оказалась Внутри При этом Она там Висит Буквально На кончике На кончике Коры Вот этого Рукава И шансы Того Что она Зацепится Укорениться Они на самом Деле Очень Незначительные Я смотрю Почки Ну Классическим Классическим Способом Шипеть Виноград В надежде На какой-то Успех Увы Не приходится Именно В связи С тем Что Вот это Место Где Срастание Места Лозы Лозы Культурной В дикую Или новой В старую Оно Очень Очень Проблемное И при укрытии Винограда На зиму Или же При Наоборот Весеннем Выравнивании Наш поляры Оно Очень легко Может сломаться Не первый год Так второй Или третий Это дело Времени То есть К сожалению Приходится Констатировать Что По крайней мере У нас Чернигов Это север Украины Надо щепить Либо совсем Другим Методом А это значит Так Чтобы Было Срастание Абсолютно Идеальным Или вообще Отказаться От щепления Есть Вроде бы Такие Методики В частности Это зеленым В зеленые Которые Позволяют Избежать Вот этого Некрасивого Нароста Неравномерного Нароста Что приводит В конечном счете Рано или поздно Мне кажется Что в принципе Все прививки В той или иной Мере Они обречены Такого рода Прививки Надо именно Стремиться делать Не просто Прививку А такую Прививку Чтобы Срастание Было Очень Качественным Значит Вот На сегодняшнем этапе Мне кажется Что этого Можно добиться Возможно Методом Прививки Зеленым В зеленое Это раз И два Еще я слышал Делают Прививку В боковой Зарез То есть Это В районе Почки Делается Вот тут Покажу Нет Не тут Вот тут Покажу Делается Зарез Во время Того Когда побег Пойдет Расти уже Потеплеет Подойдет Более благоприятное Время Для прививки Делается Вот так Вот Зарез В бок И сюда Вставляется Клином Молодой Побег Вставляется Щепа Конечно Видимо Это должна быть Опять же Зеленая Щепа Вот возможно Еще этот метод Возможно Это как Гипотеза Пока у меня Он бы Привел К лучшему Срастанию Ну то Что Черный Зеленый Нормально Не срастается У меня таких Прививок Много Сейчас Покажу Еще Ну Вот это Как раз Не самый Худший Вариант Смотрите Видите Вот это Лидия Это Старая Лоза И вот Новая Наплыв Калюса И побег Пошел Вот Вариант Новая Сорт Видите Тоже Здесь Нарост Калюса А деревеневшее Все Очень Такое Некрасивое И Это место Оно Очень проблемное Оно и ломается И перемерзает Не есть Гуд На самом деле Этот У меня Кстати Засох Вроде Ничего Но Зиму Не пережил Вот Не переживает Зиму Тоже Видите Вот Место Щепы Место Щепы Тоже Но Оно Вроде Более Менее Срослось Но Видите Вот Это Место Оно Критично Вот Место Щепы Здесь Некрасивое Место Это Все Понимаете Это Так Наладан Дышит Еще раз Говорю Это Я Щепил Щепил Черным В Зеленое Черным В Зеленое Щепил Теперь В двух Словах Скажу Все Таки Секреты Щепления Черным В Зеленое Вот Я Раскритиковал Эту Методу Но Несколько Лет У меня Не получалось Даже Так Щепить Черным В Зеленое И Два Секрета Которые Мне Поведал Наш Черниговский Опытный Виноградер Сергей Золотарь Может быть Будут Полезны Первое Значит Щепа Часто Не Приживается Из-за Того Что Высыхает Обезвоживается Именно Это Одна Из Основных Проблем Почему Щепа Не Приживается Как Сделать Так Чтобы Щепа Все Таки Не Высыхало Значит В процессе Щепления Когда Вы Щепу Вставили В Место Разреза Следует Полностью Обмотать Всю щепу Стретч Пленкой Полностью Оставляя Только Почку То есть Щепа Выматывается Полностью Даже Сверху Там Завязывается Так Чтобы Она Вся Была Покрыта Пленкой Это Первый Секрет И Ну Секрет Условно То есть Это Некое Ноу Хау Некая Такая Полезная Полезный Лайфхак Виноградный Вторая Штука В том Заключается Чтобы Делать При Капулировке Делать Максимально Большой Срез Вот Я Покажу Условно На Примере Вот Этой Лозы То есть Делать Скажем Не такой Вот Срез Длиной Там Полтора Два Сантиметра А делать Вот такой Косой Пологий Срез Длиной Пять Шесть Сантиметров Во время Капулировки Это нужно Для того Чтобы Площадь Поверхности Соприкосновения Была Максимально Большой Дать Возможность Привою И подвою В больших Местах Контактировать Это Во всех Случаях Увеличивает Шансы На Приживаемость И на Благоприятный Сход Значит Первое Делаем Широкий Длинный Разрез Диагональный Максимальной Длины 5-6 Сантиметров Длиной Второе Полностью Уматываем Всю щепу Только Почечку Оставляем Стретч Пленочкой Чтобы Побег Не обезвоживался Вот это Два основных Лайфхака Которым Которыми Научился Сергей И которые Действительно Тебя Оправдали Вообще Ребята Вот вопрос Щепки Щепления Винограда В моих Глазах Сильно Сильно Под вопросом Сейчас Ввиду того Что Эффективность Этого дела В конечном счете Невысокая Вот это Очень Такой Барскидистый Довольно Древний Куст Лидии На который Я Нащепил Уже Все Что только Можно Попыток Столько Было Сделано И вот Я Теперь Думаю За эти Четыре Года Посади Я Здесь Три Четыре Куста Новых Они За эти Три Четыре Года Выросли Корни Собственными И Дали Б Хороший Уже Урожай И Показали Хороший Результат А так Это Все Эксперимент Эксперимент Эксперименты Ну понимаете Руки Чешутся Познавать Учиться Делать Что-то Новое Может Это Тоже На пользу Дело Ну а Вы Думайте Решайте Надо ли Вам Щепить Или Все-таки Посадить Подсадить Кустик Вот Допустим Кустик Допустим Который Вам Вы Питаете Надежды Два Три Года Он Вырастет Этот Вы Потом Уберете Срежете И Методом Замещения Новый Куст Заместит Старый Все Будет Замечательно Если Конечно Есть Доступ До Черенков Или Саженцев Вот Собственно Что Хотел И Поведать Всем Хороших Урожаев Быть Добро И Миру Мир